В эфире программа «Время гостей» у микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии президент Института экономического анализа, научный сотрудник Института Катона Андрей Илларионов. Как вы считаете, вот власть, она адекватно отреагировала на митинги протеста многотысячные, которые прошли в Москве? Есть некий набор, ну, скажем так, предложений, даже два законопроекта, внесенных в Государственную Думу? Мне кажется, власть отреагировала с ее точки зрения адекватно, она сделала следующие шаги. Она назначила господина Иванова руководителем администрации президента, господина Нарышкина руководителем Государственной Думы, господина Рогозина вице-премьером, уволила Суркова за провал его действий из администрации, направила его в правительство, а вместо него назначила господина Володина, автора идеи Народного фронта и создателя этой российского варианта Джима Хирия для России. Собственно, он будет, видимо, ее создавать в ближайшее время, во время предвыборной кампании. Ну и, видимо, они надеются, после 4 марта они будут воплощать ее в жизнь. Так что, мне кажется, вот этот ответ власти на изменение политической ситуации с их точки зрения, с ее точки зрения со стороны власти является адекватным. То есть вы предупреждаете или пугаете нас тем, что в России будет установлен такой силовой, диктаторский, террористический режим, какой был в Ливии? Нет, я просто обращаю внимание на те реальные решения, которые принимаются власти, потому что для власти главное решение — это кадровые решения, решения, относящиеся к размещению ключевых игроков или ключевых лиц, ответственных за принимание, принятие важнейших решений. Мы видим какие-то решения. Это самое важное и самое главное. И, собственно говоря, по этим решениям мы можем сделать некоторые предположения о том, каким будет политический режим, какой будет политическая система страны в том случае, если произойдут те самые действия, на которые власть очень надеется, включая и действия 4 марта. Ну, вы делаете такие выводы, исходя из того, что вы работали в Кремле, и знаете, кто такой господин Нарышкин, господин Иванов. Да, это выходцы из КГБ. И что? — Дело в том, что вот эти события предшествующего времени и происходящего времени показали, что произошло важнейшее событие с точки зрения политической социологии и социологии нынешней власти. Произошел фактически распад того тандема, который управлял страной в течение последних двух десятилетий. Я называю этот тандем «Союз силовиков и сислибов», системных либералов. В 90-е годы системные либералы обладали большей властью, а силовики им помогали удерживать власть. В 2000-е годы ситуация поменялась. На первое место вышли силовики, а системные либералы помогали им удерживать власть, в том числе своими советами, правлениями. Вот что-то произошло в этом тандеме, реальном тандеме, который управляет страной. И мы видим сейчас, как бы вот система треснула, и Владимир Путин обнаружил, что в критической ситуации на сислибов надеяться нельзя, доверять им нельзя. И это мы видим по некоторым решениям в последнее время, включая знаменательную речь из Хакассии, Саяно-Шушенской ГЭС. Не столько даже речь, сколько решения, сопровождавшие эту речь. Обращение к правоохранительным органам решить этот вопрос. И как мы знаем... То есть зачистка в энергетической сфере? 30 декабря Игорь Иванович Сеевич доложил Владимиру Владимировичу о том, что целый ряд лиц были уволены, и против этого ряда лиц, и никаких других лиц, возбуждены уголовные дела. Вы намекаете, что это люди, связанные с Анатолием Чубайсом? А мне кажется, трудно связать этих людей с кем-то иным, кроме Анатолия Чубайсова. Ну, если я говорить дальше, и что это значит для страны? Хорошо, режим, который существовал до этих выборов, он тоже, в общем, был не совсем травоядный. Действительно, но в данном случае я бы обратил внимание на то, что вот этот распад прежнего тандема и даже, я бы сказал, начало некоторых боевых действий, скажем, пока средней степени интенсивности против прежнего союзника, говорит о том, что одна из важнейших ног или там один из важнейших столпов нынешнего режима утрачена. Это вот поддержка со стороны, по крайней мере, системной части сесливов, такой крупной. То есть отдельные граждане могут выражать свою признательность, лояльность, благодарность, писать покаянные письма, но как системного ресурса, системной силы они сейчас не представляют. Это означает, что нынешний политический режим вынужден, по крайней мере, в краткосрочной перспективе опираться лишь на одну ногу, ногу силовиков, пока другой нету. А он может также опираться на какие-то другие ноги, если он найдет соответствующие ноги, соответствующую поддержку. Какой-то намек мы видим в виде назначения господина Рогозина. Возможно, какую-то часть националистов захотят привлечь. Возможно, пока это лишь такое символическое решение. Но в краткосрочной перспективе мы видим, что нынешний режим переходит из тандемного состояния в такое моногамное состояние, когда он опирается только на одну группу. Группу, корпорацию силы ЭКО во власти, и просто учитывая образ жизни, образ воспитания, образ обучения, практический опыт у этих людей, это специалисты по применению насилия. Значит ли, что они будут применять насилие? При прочих ранных условиях, как мне кажется, они, прежде всего сам Владимир Путин, предпочитает обойтись малой кровью или малым уровнем насилия, селективным насилием, нацеленным на определенных, наиболее раздражающих представителей оппозиции внутри страны или за рубежом, лишь изредка прибегая к массированным действиям, которые мы видели, скажем, в отдельные этапы, скажем, предшествующих нескольких лет или военных действий против соседей. Однако, в том случае, если эти селективные действия не дадут необходимого эффекта, если не даст эффекта та самая психологическая кампания, в необходимости осуществления которой тот же Владимир Путин говорил совсем недавно, то тогда, возможно, эти психологические меры и селективные меры будут дополнены и другими мерами. — Игорь Николаевич, мне кажется, что вы как-то идеализируете российских силовиков, этот слой достаточно коррумпированный и в значительной степени также завязанный на банковские счета за пределами России, поэтому им придется думать все-таки о лице и о том, что у них там находится на Западе. — Да нет, они никогда об этом не забывают, не только придется думать, они и раньше думали, и сейчас думают, и, естественно, будут думать, но одно не отменяет другого. — Что же касается возможной реакции Запада, на которую вы намекаете, это вот в новостях, которые прозвучали буквально тут, к нам едет новый американский посол, господин Макфол, он уже, по-моему, успел сказать о том, что перезагрузка со стороны администрации Соединенных Штатов по отношению к России еще не закончена. Так что, мне кажется, это вы являетесь идеалистом в оценке администрации Соединенных Штатов и других европейских держав по отношению к нашему родному режиму силовиков. — Но, может быть, он имел в виду перезагрузку перезагрузки? — Нет, мне кажется, он достаточно четко говорил именно о том, что он имеет в виду ту самую перезагрузку одним из главных авторов, который сам он и является. И для него, конечно, является чрезвычайно болезненным видеть, было бы видеть крах той самой перезагрузки, которую он столь тщательно создавал, проводил жизнь и результаты, которые мы видим в течение последних почти трех лет. То есть, российский режим делает все, что угодно, а американские официальные лица рассказывают себе самим, американскому народу и мировой общественности, включая и российские граждане сказки про перезагрузку. — Ну, есть же там какие-то и достижения, там транзит в Афганистан, еще какое-то там сотрудничество. Так что есть чем отсчитаться. — Это достижения для Соединенных Штатов Америки. Они могут рассказывать себе, да, что действительно, вот они там получили какое-то дополнительное количество пролетов или какую-то транспортировку тех или иных грузов и вооруженных сил в Афганистан. Я хотел бы спросить вас, господина Бакфола, других сторонников перезагрузки, а как они относятся к демократии, к правам человека, к независимости судебной системы в России. Как, например, администрация Соединенных Штатов Америки, видным членом которой является тот же самый господин Бакфола, отреагировали на предложение о принятии акта имени Сергея Магнитского в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. Увы, администрация Соединенных Штатов сделала все возможное для того, чтобы Конгресс не принял соответствующий акт. Вместо этого они приняли свое внутреннее решение, которым попытались перебить возможность принятия соответствующего акта. Поэтому в данном случае мы видим, что транзитом, за транзит в Афганистан или какие-то другие еще эфемерные вещи, по крайней мере, для судьбы нашей страны, расплачиваются как раз отказом от поддержки демократии, прав человека, независимости важнейших демократических институтов в нашей стране. Вот Наталья вам возразила, что все кадры и рокировки чекистской власти ничего по сути не меняют, так как это перестановки с места на место в своих рядах. Ну, мне кажется, она не возразила, она просто обратила внимание, что с ее точки зрения рокировки не меняют. Я только все-таки хотел бы сказать, при всем при том, господин Володин это не господин Сирков, и я думаю, что уважаемая Наталья скоро в этом убедится. А господин Иванов это все-таки не господин Собянин, который был руководителем администрации недавнее время, и тем более не господин Волошин, который был до того. Так что, чем отличаются сотрудники спецслужб от бюрократов, в том числе и очень жестких бюрократов, есть большая разница, мы в этом убедимся. Продолжение следует...